Приветствую вас, вы знаете, я прочитал ваш вопрос, вы задаете в корне неверный вопрос, потому что вы спрашиваете о том, как подавить, как научиться себя сдерживать, то есть по сути, как подавлять себя, вы спрашиваете нас об этом, но тонкость вся заключается в том, чтобы вы себя не подавляли, да, чтобы вы себя не подавляли. А чтобы вы раскрывали свои эмоции, наоборот, чтобы вы раскрывали свои желания, чтобы вы раскрывали свои потребности, чтобы вы умело, умело эти потребности свои реализовывали. Вот, в чем заключается, основная ваша задача. И тот факт, что вы испытываете раздражение, тот факт, что вы чувствуете его, тот факт, что вы ощущаете его, говорит о вашей, в первую очередь, неудоблотворенности. То есть это именно неудоблотворенность. Так как такая глобальная неудоблотворенность собственной жизни, связанная с тем, что, находясь сейчас с ребенком, вы, по сути, собой, судя по тому, что вы пишете, вы, по сути, собой жертвуете, вы жертвуете собой, вы жертвуете своими силами, вы жертвуете своими ресурсами, вы жертвуете своей энергией, энергией. Хотя, на самом деле, если вы действительно ждали ребенка, как вот вы говорите, то вы бы не раздражались. Ну, соответственно, с причинами вашего раздражения, с причинами вашего раздражения. Нужно работать. Нужно исследовать ваши чувства и учиться грамотно их выражать. А не здесь, а не здесь. Вот. В первую очередь, проблемы вы описываете сами. Во-первых, не плохо и стыдно, пишите вы. Что означает факт, что человеку плохо и стыдно? Это означает, что человек не хочет принимать свои чувства на веру. Это означает, что человек отказывается от своих эмоций. Обесценивает их, считает их чем-то дурным, чем-то плохим, чем-то ужасным, чем-то неправильным. Чем-то таким, чем-то таким, чего быть не должно. Хотя, если подумать, то почему не должно. Что плохого в том, что вы испытываете некие чувства. Вы скажете, так я срываюсь на ребенка. Да, это правда. Это правда, что вы действительно срываетесь на ребенка. Надеюсь, уместнее было бы спросить, почему вы срываетесь на ребенка. Надеюсь, уместнее было бы спросить, как получилось так, что ваши чувства сейчас не находят выхода. Как получилось так, что ваши эмоции, которые вы ощущаете, не выражаются в полный мир. Конечно, на вас, вероятнее всего, достаточно сильно повлияло то, что вы разошлись с отцом ребенка. И на вас, вероятнее всего, очень сильно повлиял тот факт, что вы теперь не вместе. Вы как-то, возможно, восприняли это для себя, ну, травмирующе, вы восприняли это для себя негативно. Короче, короче говоря, короче говоря, вы восприняли это на свой счет. Вас это травмировало, хотя вы, возможно, ну, возможно, вы этого не ожидали. Да, то есть, вы, ну, не думали, что ситуация будет такой. Вы, ну, не рассчитывали на это. Рассчитывали на что-то другое. Рассчитывали на то, что вы будете вместе с человеком. Ну, не получилось, не получилось, не получилось. И теперь вы, значит, какие-то вот выводы, вероятно, для себя сделаете. К сожалению, эти выводы не всегда, ну, позитивные, да, не всегда эти выводы являются какими-то, качественными, да, не всегда эти выводы являются адекватными, не всегда эти выводы являются, являются конструктивными. Вот, вот, к сожалению. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно, конечно же, разбираться с тем, как вы восприняли расставание с отцом и ребенком. Так, значит, дальше. Вы пишете, что живете с родителями. Вы пишете, что живете с родителями. Жизнь с родителями, она лишает человека возможности проявлять себя, ну, скажем так, как личность. Просто лишает человека такой возможности, к сожалению. То есть, речь идет о том, что вы, находясь в отношениях с родителями, находясь с родителями, вы не проявляете себя. Такой. Какавы есть, по крайней мере. Вот. А, коль мы говорим о ребенке, то, наверное, когда-то вы жили с мужчиной, наверное, когда-то вы были с ним, наверное, и, наверное, когда-то вы чувствовали себя с ним. Я так полагаю, женщин. И вот этот шаг назад, он всегда болезненный. Потому что с родителями вы вновь ребенок, с родителями вы вновь не самостоятельны. Родителям вы, ну, не можете отстаивать свои личные границы и не чувствуете себя, возможно, не чувствуете себя свободы. Вот. Я в этом не уверен, потому что не знаю всех тонкостей, не знаю всех деталей. Но мне кажется, кажется, что ситуация, как минимум, может быть такой. Вот. Значит, дальше. Вы пишете, что боитесь, что плохая мать, что вы будете плохой мать. То есть, вы, если вы чувствуете, что плохая мать, то вы, ну, не уверены в себе. По сути. И работать в таком случае нужно именно в принятии, в принятии себя. Чтобы вы понимали, что вы хорошая мать настолько, насколько возможно. Вообще. Вот. Понимаете? Какая сука. Это уверенность в тебе, это принятие своих чувств. И это четкая граница, четкая граница между вами и вашим ребенком. То, получается, не очень хорошая ситуация, когда между вами и ребенком эти самые границы. Вот. Вам стоит делать выбор, немножко больше, в отношении себя. В этом может помочь подняка самооценки и личностный рост. А также, коррекция женского поведения, чтобы вы встретили своего мужчину, который бы разделил с вами взаимодействие с ребенком. И ребенку нужен отец. Кстати, что насчет алиментов. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok